Регионы массово поднимаются против шаги чекиста. И конечно же против самого чекиста. Сколько можно врать, во многих городах России проходят акции протеста против произвола властей. Даже зажиточная Москва начала диктовать свои условия обнуленному. Почему народ так резко всполошился, об этом подробнее дальше, в этом видео. Но перед тем, как мы начнем, хочу обратиться к вам, дорогие зрители. Давайте не будем безразличны к тому, что творят эти власти. Прошу делиться этой информацией со своими друзьями. Жмите лайк и подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Мы начинаем. В Кремле нет никакого системного метода управления страной. Президент перед правительством высказывает свое мнение о возникшей в его голове проблеме. И на этом для него проблема закрыта. Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготные категории. Обратите на это внимание. Например, недавно президент обратился к политикам работать над живучестью системы управления ядерными силами. Надо ее обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара. Друзья, вам не кажется, что это уже какая-то шизофрения? Неужели в это самое время до главнокомандующего дошло, что НАТО может развязать ядерную войну? Ха, руководство НАТО, они не сумасшедшие. США, да, может совершить провокацию и посмотрит на то, как отреагирует лично президент. А реакция должна быть в 10 раз мощнее. И тогда наступит мир на столетие. Умирать не захочет ни Трамп, ни Байден, ни Макрон с Джонсоном. И управление ядерными силами должно быть организовано с первого дня чекиста в Кремле. И кто конкретно будет работать над живучестью? В данном случае никто. Вот поэтому указы президента, планы правительства, утвержденные президентом, никто не собирается выполнять. Экономика 20 лет топчется на месте. Некоторые либералы говорят, что в сытые годы экономика росла и улучшала жизнь народа. Он имеет в виду стоимость бочки нефти. Это у них жизнь улучшалась. А я лично не заметил, что у меня что-то улучшилось. Может у вас, дорогие зрители, что-то улучшилось? Не думаю. В те годы, как и сейчас, воровство было на первом месте. Ну, я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Кстати, напомню вам интересный случай. Как по дороге из Германии потерялось 18 миллиардов долларов от продажи сырья. Кто на это обратил внимание? Никто. А почему? Да потому, что такова политика Кремля. Замечу, что не народ убил эти финансы. Укрепляются наши финансы. Стране катастрофически не хватает средств. Да откуда же они возьмутся, если новая власть с принятием бандитского родского капитализма закрыла более 80 тысяч предприятий? На голых стенах и ржавеющих станках деньги не растут. Хотя оборудование было продано за границу в качестве металлолома. И деньги осели в карманах новых собственников. Да и в правительстве никто вопросами восстановления работы предприятий не занимался. Думали сырье прокормит всех. А оказалось, что оно кормит только чиновников, руководителей госкорпораций и воров. Я, как говорится, понимаю. Смотрите, граждане страны, что творит власть. Она никогда народу правды не скажет. Союз создал огромное химическое предприятие, которое начало полный цикл по созданию необходимых материалов. Для развивающейся страны с 1936 года огромную роль она сыграла в годы войны. На нем работало 8 тысяч человек. Внутри территории ходил паровоз. И вот пришло новое поколение. Им не нужно было никаких предприятий. Да и в них они ничего не понимали. Но жрать хотели до отвала. Совершенно не в этом. И на мой взгляд этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь. Ведь не зря Ельцин с любимой доченькой воровал миллиарды из займов. А отдавали долги мы с вами. Люди добрые. Да еще с процентами. Предприятие потихоньку обанкротили и бросили на произвол судьбы. Чтобы его профессионально закрыть, нужны миллиарды. Участник никаких денег не даст. Со временем охоты находили дырки в огромных цистернах. И ручейки побежали. Может в Ангару. А может и в Байкал. В Нарилиске ведь такое было. И еще неизвестно, что будет впоследствии. А теперь за бюджетные средства власть пытается закрыть и обезвредить территорию. И можно ли сказать, что это последняя катастрофа? Да ни за что. Уверен. Вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе. И в этом случае отнесетесь к таким решениям с пониманием. Власть вообще не имеет представления о бывших вредных предприятиях. Всего закрыто более 80 тысяч предприятий. Чтобы их закрыть грамотно, нужны огромные средства. Вот если бы эти средства были найдены, то представьте, сколько бы средств было разворовано. Можно с уверенностью утверждать, что нынешняя власть не может управлять огромной территорией нашей страны. Пожары, наводнения, мусорные свалки, разливы нефти, брошенные грязные предприятия, бесконтрольная вырубка лесов, грабеж морских угодий. Наконец, разворовывание бюджета. Все это делается под прикрытием государства. Так где же руководство страны? Чем оно занято? Вот президент, например, запретит вывозить с 21 года кругляк. Вы думаете, что это указание будет выполнено? Много было таких указаний. Однако никакого улучшения нет и не ожидается. Такого статьи. И вот президент вышел из бункера и полетел в Саров. Телевидение показало мельком встречу с чиновниками ядерного центра. Я удивился, что президент даже без маски. Работать в бункере, который защищен биологически и вдруг даже без маски. Возможно, эту поездку готовили несколько недель. Сперва спросили президента, с кем он будет встречаться. И этих людей посадили на двухнедельный карантин. Вот поэтому он и без маски. Интересно бы узнать, во сколько бюджету обошлась такая поездка президента. Развалина медицина. И на следующий год бюджет здравоохранения урезается на 135 миллиардов рублей. Кто-нибудь из руководства страны задумывается о последствиях? Никто. Молча власть переводит медицину в коммерческие рельсы. А в Конституции медицина для народа бесплатна. Я считаю, что это не только несправедливое, но и несоответствующее здравому смыслу и праву решение. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества. И, надеюсь, никогда не будет. Но кто в нашей стране будет обращать внимание на Конституцию? Президент это и есть Конституция. Для всех президентов Союза России Конституция – это многостраничная газета и не более. Может отменят пенсии? По этому поводу высказался Володин. Он готовит стариков побыстрее покинуть этот мир. Он заявил, что государственные пенсии могут быть отменены из-за дефицита бюджета. В доме никто не обратил внимания. Все без исключения могут жить лет 200 без государственной помощи. За этим они и пришли в дом. Вот он геноцид собственного народа. И тишина. И при этом в бюджете страны на 2021 год заложено 201 миллиард рублей. Например, чиновникам. Но это еще не все. Большей частью оптимизации правило министр Сварцова. Народ ее ненавидит. И вдруг президент награжает Сварцову орденом Пирогова. Орден не бог знает какой. Но главное, что президент доволен ее службой. А как же народ? Вот и мы снова пришли к тому, что народ для президента раб. И не более того, а он царь. И так происходит во всех отраслях. Путин не любит своих людей. Не любит свой народ. Да и своим он этот народ уже, наверное, не считает. И так будет до тех пор, пока мы не избавимся от этих внутренних микробов. Если ты того же мнения, поддержи наш канал лайком. Напиши длинный комментарий. Спасибо. Пока.